Денежные возграждения Все подробности по ссылкам в описании Всем привет, дорогие друзья Это вновь наточенная битва И сегодня у нас в гостях достаточно именитые игроки Такие как Нитро и многим известный уже Горизонец Привет, Нитро Добрый день Ты у нас впервые в шоу Но, насколько я знаю, ты достаточно профессиональный коник Который много раз забрал хиро Который много раз проявлял себя как один из самых лучших суммонеров Правда ли это? Ну, в принципе, конь это тот перс, из которого я вернулся в линейдж после ромов После выхода в рай Ну, я так понимаю, что мы от тебя можем сегодня ожидать красивую игру Ну, конечно, конечно Горизонец, привет Доброго времени суток Почему ты делаешь такой секси голос, очень пафосный? Он у меня от рождения такой, я не могу по-другому Мне кажется, вся женская аудитория уже начала топить своих соседей снизу Как думаешь, почему в комментариях часто пишут то, что Зачем вы берете Горизонца, когда он вообще не умеет играть на даггерщиках? Но мы почему-то видим на результатах, в игре на достаточно серьезных серваках То, что ты все-таки забираешь геройство Не видел таких комментариев Никто так и не думает Никто таких комментариев не видел Вообще, я считаю, что люди просто хотели бы увидеть себя на моем месте Поэтому все так Ну и, как всегда, бессменный соведущий этого шоу Лемор Привет, Лемор Привет, Вайт Привет, зрители Что ты ожидаешь от сегодняшнего боя? Я ожидаю, что в этом бою будет очень много беготни Потому что у даггера есть хилл, у коня есть хилл И они будут достаточно долго драться и друг друга бить долго То есть ты не веришь в один бэк от ПВшки и смерти коня? ПВшка в один бэк вряд ли кого-то убьет Она не такая сильная, как АВ И тем более конь с трансферплейном, но очень жирный Ну, мне кажется, горе с тобой сейчас не согласится Но давай проверим это на деле Приступим сразу к банам арены и... И первым банит арену горизонец Какую арену ты хочешь забанить? Я хочу забанить фонтаны Фонтанов сегодня наши зрители не увидят Нитро, какую арену забанишь ты? Давайте с горгульями Отлично, бой будет проходить на зеленой, слава богу, арене И в четырех столбах Поехали? Поехали Первый раунд, первый бой Коневод против ПВшки Кто из них выиграет, скоро узнаем И мы приступим к этому бою сразу после того, как вы поставите лайк Лемур, давай счет Три, два, один, поехали Начинают у нас бафаться игроки Селфов у коктовода, которой коневод очень-очень много И причем у нас Нитро решил бафаться вначале бафающим конем Это очень много времени занимает Но враг он успевает и горизонец только-только начинает подбегать у нас к коневоду И особо действовать-то не хочется Хотя нет, а горец решил все-таки первым нападать на коневода На самом деле странный прием, мне кажется Идти в лицо, где далеко от тебя столбы Все-таки у нас ПВшка имеет отхил И возможно ему придется похилить Здесь он может просто этого не успеть сделать Что думаешь, Нимур? Я не понимаю, что происходит Вот Тут уже, в принципе, все произошло Ну, начинай был неправ А тут больше приходилось хиляться именно коневоду Очень много у нас ДПС у дагерчика Хотя это только лоу-баф На фулл-бафе, возможно, ДПС у нее даже немного возрастет И к нему, да, может быть, сложнее А с другой стороны, возможно, появится больше у нас защитных бафов Нитра, что скажешь? Почему ты умер? Ну, во-первых, не получилось до конца запафаться То есть ПВшка подбегает фактически просто по ТВ бафам И начинает лупить Просто не хватает отхила, на самом деле То есть, когда мы рассуждали вначале, что, скорее всего, это будет проигрышный матчап для ПВшки Мы были неправы? Или все-таки у тебя есть какие-то тактики, с помощью которых ты сможешь вытащить бой? Ну, возможно, надо будет отказаться от бафа с розового коня И сразу после этого делать селфи напрямую с Макнуса Ну что ж, тогда посмотрим, как ты это реализуешь И переходим к следующей арене Второй бой первого раунда Прямая арена Очень давно у нас ее не было В основном игроки пытаются ее банить Почему ее не забанили в этот раз Возникают вопросы Потому что, вроде как, казалось, и для суммонера хорошо бегать И ПВшка хорошо бегает И для обоих игроков это были бы, скорее всего, выигрышные арены Но баны есть баны И посмотрим, что у нас получится сделать у соперников на прямой арене Но на прошлой карте они особо и не бегали Они дрались сразу в лицо Скорее всего, дрался один ПВшка Потому что коневоду оставалось только отхиливаться и как-то выживать в этой ситуации От ПВ не убежишь особо Возможно, сейчас он пересмотрит свой билд И бафнится полностью на защиту А вот по поводу того, что не убежишь Ну, Барриор Бан есть Это минус хаста, это минус ВВ И шансы убежать, наверное, все-таки небольшие Но есть, особенно бегая вокруг какого-нибудь не очень большого столба В любом случае, тут они не побегают Здесь только скилл, только руки И, возможно, какая-нибудь тактика по билду В любом случае, мы скоро узнаем, с чем это все закончится Лемур, давай, счет Три, два, один, поехали Ну что ж, как мы видим, конь у нас поменял тактику У него нет розового коня Теперь он будет бафаться немного побыстрее Но ПВшка не спешит Теперь она тоже решила бафнуть полностью свои селфы И, возможно, Нитра бы успел бафнуться селфами розового коня Но горизонец его немного обманул В этот раз конь выбежал первым И навстречу побежит тоже первым ПВшка не хочет нападать раньше времени Почему-то он хочет принимать бой в своей будке Хотя, ну не знаю, правильно ли это действие Наверное, все-таки да Потому что у него будет возможность в случае чего выбежать И забежать за заборчик, где его не просто так будет бронюкать Но начинает ПВшка атаковать Бэки на лоу бафе все-таки у него достаточно высокие Из-за того, что есть очень много бафов на ДПС И, скорее всего, просто у нас горизонец пренебрег бафами на защиту Посмотрим, сможет ли Нитра отхилиться И по итогу добить горца Мне кажется, что все шансы на это у него есть У коня остается половина хп И, я так понимаю, горец иногда и коня бьет Скорее всего, нет Это было из-за транспейна Но все-таки Мне понимать иногда казалось, что он бьет коня Ну, в любом случае, удалось каким-то чудом Все-таки горизонцу пробить коневоду На самом деле, это удивительно Потому что дамаги по коневоду должны быть очень маленькие Транспейн заточен на максимум Коня в цели Коневоду пофигу Но все равно пробивают Горец, скажи, в чем твой секрет И в чем успех победы На самом деле, я думал, что я проиграю Потому что у меня осталось тысячи с лишним хп Не верил в себя уже под конец Но думаю, что секрет победы Это просто хороший баф на МДФ И на сил крита Вот и все Ну, получается, это был бы и на грани Тысяча хп Это одна водичка от коневода И, скорее всего, все Не было бы у тебя никаких шансов уже Именно так Ну, из-за этого, на самом деле, даже немного обиднее Но я все-таки надеюсь, что коневод у нас реабилитируется И на прямой арене С фулл бафом С максимальной защитой И покажет, как нужно действовать против даггерчика Первый бой второго раунда На самом деле, я думал, что будет результат совершенно с точностью Да наоборот Но каким-то образом все-таки Даггерчик удивляет Лемор, как думаешь, это заслуга горизонца? Или все-таки ПВ будет посильнее, чем кони? В нашем шоу любой бой может вернуться не так, как считают большинство И выиграть может любой класс И вот в связи с этим, Вайт, как ты думаешь, кто сильнее на фулл бафе окажется? ПВ или кони? Ну, на самом деле, я продолжаю верить в коневода Мне кажется, коневод, он немножечко будет посильнее, чем ПВшка Просто на лоу бафе у нас выходит так То, что коневоду нужно больше бафа Как на дамаг, так и на защиту А даггерчик, он на защиту, у него есть свои салфы Так что, болею за коневода Коневод, тащи Я думаю, мы можем начать бой И дам счет Прямо сейчас Три, два, один, поехали Коня у нас, как всегда, продолжает бафать салфы Гризонец Кинул один баф и побежал дальше Хочет сразу скрыть дистанцию Я не знаю, рассчитывал ли он на то, что успеет до фулбафа коневода Но на фулбафе бафаться особо и не приходится Скорее всего, ни один, ни другой не смогут Пытался надамажить коня Да, я тоже это заметил Это был удивительный шаг Но до сих пор блаф лежит Нитро тоже стоит в стане И мне кажется, это было совершенно не по плану И Нитро этого точно не ожидал Два раза прошел стан Но это везение, мне кажется, уже немного работает Это дикое везение, если на конях то, что стан проходит, это еще нормально Но то, что он прошел на коневода, у которого есть фулл эпик Вот это немного странно Но заканчивается у нас первое у горизонца Хотя он особо ничего особо не дает Но все-таки скорость бега стала немного поменьше На фулбафе может конь хорошо выхиливать своего животного Но не помогает ему это И хоть Хайт не помог, потому что у него был яд Но, видать, очень мало оставалось хп у коневода И он просто уже не успел отхиливаться Горизонец, сколько у тебя хп оставалось? 66 В смысле? Это 6? Еще 6, то есть, ну, 66 Я так понял, ты в Хайт ушел, когда ты почувствовал то, что все Вот она, поражение И надо что-то делать А ты знал то, что на тебе висит яд-кубик? На самом деле, я его даже не заметил Потому что, ну, у меня были проблемы с хп Я занервничал, я уже не знал, что мне придумать И вот, я не знаю, сыграл ли этот Хайт мне в минус или в плюс Но когда ты вышел из Хайда и ты понял то, что на тебе был яд Ты разочаровался и хотел уже сдаваться И это был чисто последний рывок И он случайно оказался успешным? Или какие твои действия, какие у тебя мысли были в голове? Я скорее в себе разочаровался, начнем с этого Вот, и закончим, наверное, тем, что как раз-таки я подумал Раз я раздамажил коня, а конь все время висел на лол хп во время всего боя То, возможно, у меня сейчас есть шанс Ну и он действительно оправдал себя Нитра, что скажешь по поводу этого боя? Ну, на самом деле, я уже чувствовал, что тоже это конец Только не для себя, естественно Я думал, что это уже легкая победа Но очень сильных два скилла прилетело последний То есть там был бэкстап, насколько я заметил Тысяч на пять он прилетел И после этого еще один хороший ударчик Не помню, тут из Дедли, который из чего он прилетел Просто меня фактически ваншотнул То есть это была победа до 99% Ну, на самом деле оно так Но в этом весь даггерщик Даггерщики непредсказуемые И иногда они могут выписывать бэки по 5000 по фуловому коню Надеюсь, что этот выпуск не закончится в сухую В любом случае у Нитра остается шанс И более того, каждое очко решает И именно одна победа, даже которая не даст победу в выпуске Может дать пропуск в финальную турнирную сетку Так что переходим к последнему бою Я думаю, что Нитра сделал выводы И исправит все свои ошибки И он должен получиться действительно очень красивым Поехали Финальный бой этого выпуска Счет пока что у нас 3-0 в пользу ПВшки Это очень удивительная ситуация Мне кажется, такого не ожидал никто Но перед тем, как писать гадости в комментариях против коневода Можете лайкнуть это видео и подписаться на канал В любом случае у нас конь старается И я думаю, что сейчас мы увидим максимальную игру от этого коневода Лемор, давай счет Три, два, один, поехали В этот раз я наблюдаю за ПВшкой ПВшка в этот раз кинула два селфа за место одного Решил не спешить Возможно, дело варенья Ну да, есть место покатить Есть место раскрываться Но это не только отсрочит конец Ну, возможно, да Но все равно, как и здесь не крути В основном, весь бой проходит в лицо И особо не пообедать В этом есть небольшая проблема Наверное, для коневода Но, с другой стороны, как показала практика У нас коневод достаточно живучий И он не должен был умирать в прошлому бою Но два блапа, которые провестили полное свое время Ну, по-моему, это сильно зарешало В любом другом случае У нас коневод должен был выигрывать Но в этом противостоянии Коню не удается выиграть ни одного раунда, к сожалению Говорит, сколько у тебя было хп? 4 тысячи На этот раз я решил все-таки снять берсы Для того, чтобы быть более живучим Ну что ж, это показывает только то, что у нас игроки Реально играют на профессиональном уровне Они умеют подстраиваться под ситуацию Каждый раз баф был совершенно разный Как у одного, так и у другого персонажа И это реально говорит о скиллованности Да, в этот раз у нас счет 4-0 Не так часто это происходит Да и персонажи у нас были весьма и весьма сильны Что ПВ, что коневод Это, наверное, одни из лучших фармеров Олимпа Но у нас не Олимп У нас немного другие правила У нас немного другие условия Другие бафы Но тут все-таки зарешало немножечко Удача и сильный персонаж в сильных руках Горизонец, что скажешь про ваше противостояние? На самом деле, мне очень понравилось Так как с конем шансы, судя по демеджу Ощущались равными Нежели, например, с теми же танками И в каждый бой приходилось действительно Выдумывать что-то новое И все время переживать за исход Нитро, а что скажешь ты? Я скажу, что с хорошим обвесом Даже на хрониках Хай-Файв Даггерщики показывают колоссальный ДПС И если вы имеете такой буст На живом актуальном сервере То даггерщик окажется одним из топовых фармеров Во всяком случае, против суммонеров Этот бой действительно был очень зрелищный И, наверное, даже один из самых зрелищных во всем нашем шоу Хоть и счет у нас вышел 4-0 Кстати, вы можете прямо сейчас и видеть Турнирную таблицу группы Где, скорее всего, Каневод уже не сможет Выйти в финальную сетку, к сожалению Но, по крайней мере, любители суммонеров Могут рассчитывать еще на ФСа и Котовода Сильные классы, но почему-то результат у нас складывается именно так Хотя, с другой стороны, как ни крути, все равно победитель будет только один Горизонец, хочешь передать кому-нибудь привет? Возможно, ты хочешь что-нибудь отрекламировать? Передаю привет Любаше И хотел бы сказать Подписывайтесь на мои социальные сети На мой канал Ютуб и ВКонтакте Ссылки есть в описании, кстати Нитро, а кому привет хотел бы передать ты? И, возможно, у тебя тоже есть свой канал Да, у меня есть свой канал Twitch.tv Слэш Нитро А привет я хочу передать массе И передать ему счастье Любви и солнечных дневечков Это твой очень близкий друг, да? Это мой близкий друг с Харькова С Холодной горы И его треки вдохновляли меня в детстве Когда я играл на стервисе Поэтому привет тебе Ну и, по традиции, ссылка на Нитро тоже будет в описании Вот такой вышел выпуск Вот такие вышли бои По ссылочке в описании вы также сможете найти Общую турнирную таблицу Как с группами, так и с финальной сеткой Подписывайтесь на канал, ставьте лайки С вами, как всегда, был Вайт и Лемур Спасибо за просмотр Пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok